Так называется магазин Лилас. Вы можете взять кусочек хлеба и выпить кофе. Посмотрите, мне вот что понравилось. Вот эта цепочка. Мне кажется, в тренде сейчас. Что тут есть ещё? Посмотрим. Всякие кулончики. Это всё, я так понимаю, супер винтажная цепочка. Вот это точно сейчас в тренде. Посмотрите, за 19 евро вот такой вот раритетный столик. Шедевры де копе. Посмотрите, какое зеркало. И я здесь с вами. Привет-привет. Сумочка, надо кому за 12 евро? Шарфики, сумочки. Здесь какие-то другие украшения. Бутылка за 6 евро. Весы, помните? В сельских заведениях такие весы были. Заранее извиняюсь за звук, если что, и за свет. Потому что я снимаю на айфон, у меня нет микрофона. Комод. Он стоит достаточно дорого, 960 евро. Но он какой-то, видимо, раритетный. Посмотрите. Мне интересно, кто будет покупать старые чужие фотографии за 2 евро штука. Вот кому это надо? Я не знаю. Аккушеры, вазы японские. То есть, ребят, я вам оставлю адрес внизу. Если вы захотите сюда прийти, то адрес можете найти внизу по ссылке. А вот вам, как вам, значит, шали лисичья за 15 евро. Здесь Париж, если вы наденете, вас кто-нибудь прибьёт. Сейчас я иду на базар, чтобы купить свежих овощей и фруктов. Сегодня у меня ещё гости. Я вас познакомлю ещё с моим другом, который приедет ко мне в гости. И в итоге получается, что сегодняшний день я буду снимать. Ну а Фидли, сегодня 26 ноября. Я очень-очень этого жду, на работу как на праздник. Все работы, которые у меня были с инстаграма, они перенеслись на декабрь. Поэтому я отдыхаю, заболела, уже выстрелила, кота купила. Ну что, увидимся на маркете. Я сегодня, видите, нарядилась ради вас. Я как бы думала, буду снимать, не буду. А в итоге увидела эти ожерелья, и рука сама потянулась к тому, чтобы снимать всё. Так, это Рибий Конор. Здесь другие овощи и фрукты. Здесь, посмотрите, всякие сухофрукты. Я здесь никогда ничего не покупала, потому что здесь расплачивается только кэш. А у меня никогда не бывает кэш. Вот мои покупки. Боже мой, как грязно. Кстати, никогда не показывала вам свой подъезд. Это холл, который, пожалуйста, вот. Вот такой холл. Здесь мои покупки. Посмотрите, кто меня встречает дома. Вот кто. Это такая радость, приходить домой, а дома тебя ждёт вот такой вот пушистик. Так, поцелуемся. Давай, поцелуемся. Посмотрите, окно французское. Наш кортьярд. Угу, тут соседи. Вот, пожалуйста, так выглядит наш кортьярд. Здесь один двор, то есть кортьярд. Тут два наших велика. Сейчас я вам покажу второй двор, который выходит из кухонного окна. Вот, пожалуйста. Мне очень нравится вот это здание с этой лестницей. Мне кажется, оно очень красивое. Так, ну что, здесь прекрасный свет. Покупочки. Разбираем всё. Начнём с рыбы. Я последнее время покупаю вот такие морские гребешки. Я вам уже показывала, да, я их просто обожаю. Я их буду готовить с шампиньонами и с лисичками. Сауна. Я обожаю эту рыбку. Она очень полезна. Омега-кислоты и так далее. Всё очень полезно для кожи. Глоуин скин. Жиры. Полезны. Тут как тут со мной. Обожаю. Очень вкусные. Малина. Малину я ем на завтрак. Вместе с мути или там заново. Помидорки черри. Выбудили уже. Я накладываю их. Такие сочные, сладкие. Сталат. Такой там. Огурец. Мандарины. Какие-то сицилийские. Супер кислые. И последний лот. Два. Авокадо. Хорошо, что не на кота. Сейчас уборка по расписанию. Четверг. А потом ко мне приходит Сергей. И увидимся чуть позже. Когда он придёт. Посмотреть на моего кота. Потом пойдём гулять. И вечером я вам, собственно, приготовлю санжак с шампиньонами. Проказник. Сидит около холодильника. В надежде, что я ему подкину жрачку. Но он уже ел у меня сегодня вкуснятинку. Поэтому только крокеты. А крокеты он не очень. Мне пока пришла посылка из Ало Йога. Та-дам. Я заказывала себе новый наряд на йогу. Потому что я так вдохновлена нашей учительницей. на талии. Которая всегда так стильно одета. И мне захотелось тоже выглядеть как-то более так. Ало Йога. Открываем. Смотрим, что там внутри. Ох, надеюсь, мне понравится. О, надеюсь, мне понравится. Итак, леггинсы. Открываем. Должны быть очень секси. Хай-вейст. Ало Софт. Лоу Леггин. Размер S. Надеюсь, они менее малые. Ха-ха. И толстовочка. Размер M. Кофта мне уже очень нравится. Давайте-ка я сразу и померяю. Вау. А что, пешком не судьба? А? Пешком не судьба? Нет. Привет. Ну, заходите, Сергей. Привет. Я принес нам пирожки. Спасибо. А я влог снимаю. Для чего? Для ютуб канала. А, ну супер. Так. Давай. Ну, заходи, заходи, заходи. Заходи. Вот, посмотри. Я тебе первый раз дома. Ох, ух, 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 ух. Он тебя ждет. Сейчас будем пить чай. Привет. Привет, малыш. Вау, какие ногти у тебя. Да. Где дело у Оксаны, да? Да, откуда знаешь? Она мне рассказала. А, да? Да. Вау. Сука, обожаю. Он только что спал, мне пришлось встать. Ага. Он спал у меня на коленях, чтобы тебе дверь открыть. Да ты что? Да. Ты спал? Лапуля, да. Он может сейчас на тебе спать, если ты сядешь. Угу. То есть, как бы они с продолжением. Ааа. Типа. Фак ю. Лапулечки такие. Фауэнер бутика в Париже. Так, ребята. Сейчас я выйду и зайду в них тоже. Мы с Сергеем тем временем пришли в Майзон Краснова. Шапо и аксессуар Пари ателье бутик. А, это, кстати, моя подружка Юля, Женя, познакомьтесь. Здрасте. О, шампанское? Да. Так, вы сами доделаете шляпки? Конечно. Это все Женя сама вручную делает. Давай. Все, что касается алкоголя, все ко мне. Все ко мне. Вау, вот это мне нравится леопардовая. Ну, интересно мне узнать цену вот этой шляпки. Слушайте, мне нравится. Как вам? Женя, за тебя, за твой улетик, чтобы это был только первый. Только открыла, да? Да, да, вот только не было. Вау, поздравляю. Такая красота в центре Парижа. Это дорогого стоит. Я такой горжусь. Ура! Ну что, друзья, как я вам обещала, сейчас буду готовить для вас ужин, точнее для нас. Что у меня сегодня на ужин? Это санжак и шампиньоны и листички я буду миксовать. Это помидорки черри, они пойдут в салат. Это я буду сейчас все мыть. Я обожаю грибы, а это, наверное, оставлю на следующий раз. Шампиньоны я промыла, точнее лисички. Шампиньоны будем сейчас срезать. Шампиньоны и лисички я буду жарить вместе. И я не буду добавлять никакого масла. Они прекрасно обжарятся на обычной сковороде непригораемой. и, может быть, добавлю чуть-чуть воды. Нарезала шампиньоны вот такими кусочками. Сейчас, пока сковородка у нас нагревается, вот, пожалуйста. Процесс пошел. Пусть они жарятся спокойненько себе. Я не добавляю ни соли, ничего. Потому что, во-первых, соль, которая нам нужна, она и так содержится во многих овощах и фруктах. Поэтому, я думаю, этой соли уже вполне достаточно. Я стараюсь дома вообще не солить блюдо, чтобы не перебарщивать с солью. Потому что я верю в натуральность продуктов. Я не сторонник соли или, там, ну, максимум могу добавить лавровый лист в пельмени. Потому что это придаст пельменям невероятный запах, аромат. Вот. Ну, я думаю, с салатом объяснять особо нечего. Потому что салат, что, помыл, нарезал помидорки, заправил оливковым маслом и бальзамическим соусом. И, собственно, все. Не забывайте, что оливковое масло нужно добавить совсем чуть-чуть. Вот, пожалуйста, такой салат. Помидорки черри, салат фризе, оливковое масло и бальзамический соус. Так. Вуаля! Посмотрите, значит. Санджак готовится. Моя любимая скорость – это семерка, начальная стадия. Потом я могу переключить на шесть, а здесь вообще девять. Санджак. Без единого масла, какого-то все в натуральном виде. Как вы видите, тут и так достаточно воды. Ну, что ждем? Дальше сервируем в тарелочку. И, собственно, все. Собственно, все. Забыла вам сказать, что на самом деле в холодильнике меня ждет салат селедка под шубой. И из русского магазина также я купила пирожок с яйцом. Ну что, готово. Вот так выглядит порция для мужа. И немного грязновато для меня. Ну что, друзья, на этой замечательной ноте я с вами прощаюсь. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео, естественно. А если не понравилось, поставьте дизлайк. Мне важна любая ваша реакция. Подписывайтесь на мой канал, потому что далее заканчивается карантин. Я буду продолжать делать интервью. И не забывайте, что я ценю каждый ваш комментарий, каждый ваш лайк. Я вообще вас ценю и, естественно, вас люблю. За вас! Субтитры сделал DimaTorzok